22 июня 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 пенсионная реформа. Да, в советское время выход на пенсию назывался уходом на заслуженный отдых, а сегодня называется возрастом дожития. Так вот, этот возраст дожития из-за пенсионной реформы сокращается сегодня в два раза. Почему это происходит? Если разобраться, то даже сокращение на один год пенсионного возраста для 1 миллиона 800 тысяч женщин и 2 миллиона мужчин повлечет за собой финансовые выгоды. Какие? Во-первых, не нужно будет платить пенсии, а во-вторых, люди, которые отложили выход на пенсию, будут платить 22% по-прежнему налогов. А это суммарно 1 триллион рублей. Вот представьте, из-за этого триллиона рублей и идет война сегодня с пенсионерами. Они даже придумали, как этими деньгами распорядиться. Главный приватизатор нашей страны уже предложил направить пенсионные деньги в Роснано. Ну, разве этого хотел сегодня русский народ? В обществе существует запрос на социальную справедливость. И коммунистическая партия настаивает на том, что необходимо провести внутренние реформы, которые бы выровняли вот то состояние, в котором находится наше общество. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы нищие нищали и умирали, богатые богатели. И это все происходило на фоне реальной угрозы для нашей России. Все те, кто хотят побряцать оружием возле наших границ, а их сегодня достаточно много, все те, кто хочет пройти до Омска и Томска, должны помнить, что каждое 22 июня 41 года обязательно заканчивается 9 мая 45 года. А пройти до Томска они могут, но я считаю, что они пройдут до Томска только в составе колонны военнопленных. Когда я предложил осудить аннексию Германской демократической республики со стороны ФРГ, мне журналисты начали угрожать и говорят, тебе за такие слова лишат шенгенской визы. Я им сказал, друзья, что это небольшая потеря для меня. Наши деды в мае 45 года тоже не имели шенгенской визы, но это не помешало им дойти до Берлина и расписаться на Рейхстаге. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Одно только удручает. Чертовски надоело брать Берлин. Мы уже заслушали отчет правительства, заслушали отчет Центрального банка. По их отчетам страна, в общем-то, процветает и семимильными шагами идет к дальнейшему расцвету. Но вот что скажет сегодня счетная палата, которая проверяет деятельность правительства, деятельность государственных органов. Надо сказать, что этот доклад, ну, вряд ли можно будет назвать позитивным, потому что те просчеты правительства и государственных чиновников, ну, отражают как раз ту реальную действительность, по которой нельзя сказать, что страна идет к расцвету. Дело в том, что счетная палата с 2015 года увеличила число проверок в два раза. При этом сумма финансовых нарушений выросла в три раза, до 1 триллиона 800 миллиардов. Это говорит о том, что средства направляются бюджетные не туда и не тем способом, каким предусматривается бюджет. Значит, количество представлений в прокуратуру увеличилось в три раза, с 12 до 35. Возврат бюджетных средств во все уровни бюджетной системы возросли также в три раза. Вот складывается впечатление, что если бы счетная палата могла охватить абсолютно все институты власти и государственные корпорации, то мы, наверное, могли бы удвоить бюджет за счет того, что часть денег разворовывается или расходуется не по назначению, чем это положено, бюджетной росписью федерального бюджета. Главная неприятность – это то, что федеральные программы, на которые мы так надеемся и ломаем копии здесь при принятии бюджета, не выполняются. Они выполняются и на 80, и на 60 процентов, причем по всем статьям бюджетной классификации. В результате только за прошлый год 320 миллиардов рублей денег не было освоено на выполнение государственных программ. Это при всем том, что у нас колоссальный дефицит бюджета, денег не хватает, сокращается социальная сфера и в то же время эти деньги не расходуются должным образом. Мы все время ставим вопрос, ну давайте поднимем уровень жизни хотя бы детям войны. Для этого нужно всего 140 миллиардов рублей. Так не дают. И в то же время вот эти вот неосвоенные 360 миллиардов говорят о том, что деньги есть, и можно их расходовать, и нужно на детей войны. Весь вопрос заключается в том, что у нас до сих пор ведется порочная практика, когда министерства из Минфина получают деньги, и вместо того, чтобы тут же приступить к финансированию объектов строительства или каких-то государственных программ, они их кладут на депозит, и они у них лежат до сентября месяца, и только в сентябре начинается финансирование. Вот эту порочную практику давно уже надо прекратить. И несмотря на то, что каждый год счетная палата говорит об этих нарушениях правительству, вносит представления, а они выросли в четыре раза, 126 представлений только в прошлом году было вынесено счетной палатой, тем не менее, все остается на одном уровне. Это говорит о том, что нет контроля правительства над правительственными учреждениями, над министерствами, необходимо жесткий контроль, жесткий спрос, а для этого нужна система планирования. Пока не будет планирования, будем руководствоваться одними прогнозами, так и будет вот это вакханалие с бюджетными деньгами, которые не будут идти по назначению, а будут расходоваться по усмотрению высшего начальства. Я думаю, что сегодня счетная палата более подробно даст развернутую характеристику работа и министерств, и правительства, и как они расходуют государственные средства на те программы, реализацию, которую ждет от них народ и вся Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова